а погода то не шепчет доброе утро ребят ток проснулся уже полдесятого счет я сегодня храпанул на улице ветерок выходить не особо то хочется надо вставать завтракать потихоньку собирать лагерь до выезжать домой так хватит валяться подъема не подъем 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 че его на улице пить нужно вездеходе попить ох ребят там ветрище по лощи блин палатки у меня не улетели я вчера так не особо закрепил будет не наука ребятки ветрище на улице сейчас палатка у нас будет собираться не улетела бы ёлки все еще спят сурки тележки вы чё спите еще ну давайте уже посыпаетесь там такой ветрище такой ветрище капец так-так-так-так елы-палы вы чё все спите еще нельзя же так давайте просыпайтесь чё ты мне трещины разглаживаешь растут растут до ездить на нем нельзя вот ребят яркий пример новой модели у гриль у гриль 700 термос человек его разогревает дома один раз газу подключает дома разогревает и все он держит у него 210 градусов самое идеальное для жарки можете посмотреть он видите всю ночь здесь стоит у вас жарко жарко ждет но так что у гриль стоит на месте все развивается технологии развиваются на самом деле он просто загнул градусник вот ведь градусник загнул сломал поэтому у него теперь всегда 210 идеально для жарки прям молодец а вот этот гриль видите крышка какая-то восьмисотка да у него побольше крышка сюда можно гуся засунуть по нему вездеход проехал но ничего жив здоров кормит доброе утро всем а утро и правда добрый все уже все собрали сос был крепкий даже более чем здоровый да я вовремя проснулся редкий редкий случай как это просыпайся палатки уже улетели так все довольны улыбаются выезжать не хотят хотим погоду видел ветер ветер дрянь солнце нет ветер там флажки вон подникали то ли ветром то ли футболочкой а у нас же фильтра стоят конечно отойди 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 тебя не брызнула час все уливай подойдем давай как это не горючая солярка это непонятно они еще разгорится непонятно разберись смотри пламя не сбей а она это же летнего на столе нет нет какой-то заправки заправляли плохая как горит хорошо как стына мусор то не весь собрали сразу что а что вы тут готовите в россии завтрак такой прости мариста масянской до часто колбасу всех положим дождемся так вот ребята чуть интернет раздать а вот свой надо иметь так ребята раздаем огнетушители костян это ваш еще один ваш на богдан твои короче еще два твоих останутся так а кто еще у нас был у вас 2 до вадим брал вадима 2 ему еще два давай ну так я здесь коробку вам оставлю тебе два вот я и думаю кого еще тебе 2 там крепление есть и прямо на стоечку куда-нибудь везде ходит 8 секунд три раза тушит моторный отсек бензиново обливают и три раза тушит то есть его можно либо просто закинуть в горячее помещение либо это самое вот тонну такая струя метровая из него летит ну булечка вертолетная не пищитель используя но она легкая очень поэтому что доминга стасов не занимал владимир вольфович на тебе дарю пользуйся я же говорю дарю вдруг у тебя вдруг я с грилем чё не то будет и хоть за туши жил на пинпо интерпорт это не херной четвертую центра черную часть там карточка до кашечка желтого не боится а уже герметично закупить ну достать быстро вытаскиваю вот эту желтую вот эту желтую вот вот это черкаш потом берешь за черную снимаешь красную красную снимать вот первую очередь скидывается красная потом желтая достается и вот черкаш как спичкой и отсюда вага не пропускают нет он герметично не надо не поверять не проверять его то есть не перезаряжать ничего не нужно сейчас есть нет годности хорошо гарантий срок 2 года срок годности 10 лет сделано в италии все вот это на лодку надо обязательно я везде я в дом в гараж везде купил такие в моторную и в машину такую положил чем эти банки а моторная текла я подвести поэтому я сейчас еще скоро сделаю опыт и как раз хочу семью обучить ими пользоваться и прямо это в бочке зажгу соляру или чем бензин там и чтобы они меня потушили по потренировали после того как у нас чуть не сгорел вездеход гаражи ты решили озаботиться этим вот молодец пойдут мешать пока все работают мы отдыхаем и варим воду на самом деле мы палатка с юрой собрали собрали осталась их забота собрать печку в бочку и прочие причиндалы ну чё молодежь как у вас делище супер жизнь походная прет молодцы а чё-то вы никакую движуху не устроили не медведи не пошли искать не ничего из них в лагере тусуетесь и все давно может придумали взяли рогатину какую-то все наварили воды быстро воду варит до алексей привез там такой торт красивый вот такую связь времен я семен вездеходов здесь написано и герасим шерп стать уже не написано даже о сняли наклейку просто герасим все хотят торт съесть я пожалуй себе сожру вот этот кусочек мы будем делить шляпу дима где у нас дима вот дима он самый хитрый он всегда дает свой ножик а его потом облизывает на нем еще достается чуть чуть больше чем всем шляпа 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 ну что наверно эту эту дольку алексея торт как обычно невкусный герасим мир вездеходов я съел вездеходов должно быть много и они должны быть разными желательно все должны быть надежными а я сейчас сожру шерп ну все что не надо этого лично кровь кровь потекла кровь будет елки-палки ну ну держи покажи как специально для шерпа опять 150 тысяч попросит себя могут понять за это не я точно из чего резина раньше-то резина лучше было зефиристая с пеноплексом внутри ребят ну ничего не меняется везде где-то нас хотят обмануть здесь вот не крем не зефирка это просто пенопласт пеноплекс как ролики ну так вот я же говорю раньше у шерпа колеса лучше были о чё-то там есть вкусно не пенопласт вкусный все вот красиво красиво все вот вот снаружи только все красиво внутри всего как обычно лана копали как пробивают болото все равно еще пробивает болото но мишка свою табуретку разбирает на удобная табуретка удобная табуретка мишка беляш у тебя великолепно прет быстрее всех быстрее даже чем макс и 42 километра в час показал 42 и снова на 41 с половиной упал но у нас здесь мотор подкручен мотор подключен и у нас переборная коробка у нас стоят обыкновенные комбо красные пары на хорошая машинка еще послужит лагерь потихоньку собирается все ребят похож на мишку я рисовал все ребята взяли они его и собрали уже мишка пошли наши жерлицы проверять я вчера их там так расставил грамотно сейчас точно должно быть да как юра сверлил так я и расставил грамотно ребята все пошли мы смотреть клюнула нам рыба или не клюнула вон там флажок один торчит может быть даже и клюнула их начинается лишь хотят сработавшую хотят посмотреть и что давай подойдем чтобы они нам это не компасировали или то рыбу хотят ребят а рыба то у нас желаная выплюнула на эту рыбу видите ни одного глаза нету и голова битая выплюнула все-таки была поклевка вот смотрите что происходит да много живца вот такого обожженного прям выжат а внутри все все мы думаем что это все-таки какой-то жук плавунец здесь есть выход теплой воды вот прям выходит вот здесь на место застает самый последний лед и скорее всего это какие-то жучки не засыпают и вот так вот обжирают рыбу смотрите что происходит да дядя Игорь привет здорово что ты все пропустил и мы без тебя скучали только вспоминали ты вот такие санки со своей каркалыга отдаешь на шерф сыновья то зачем нужны отцов возить давай погнал полыню его макай вперед нифига мы не поймали это димка виноват неправильно возит волокушу гремит есть и щуку перепугал на пойди ребят как протаяла под печкой оттаяло здесь прям болото стал мы собраны техника прогрета оставили вот такую площадку после себя если есть какой-то мусор то это органика которую съедят птицы там и зверушки всякие что горело пожгли в костре что не горело увезли вон на вездеходе видите мешок здорово вот это мы повозим свой мусор ли вы всегда тоже убирайте место где отдыхали вот мешки с мусором все потихонечку собираемся и будем выезжать ребят ну вот вам еще фенечку сейчас вас стояли увидели смотрите видите как вот этот угол выходит ропс видите это рукожопости и вот тут теперь смотрите у вас тоже то ли стапель кривой то ли они не знают что это такое так что владельцы максов и себя проверьте как у вас сварен ропс который стоит 100 тысяч рублей ты чувствуешь как у меня свежок а какая разница на лёд выходите где удобно вот чуть толще бы был я бы морду помял да их и и и Ломает лёг пока Должна выйти за цепь нормальный Грязь не цепляется, хорошо выйдет Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Это я с тобой возьму Домой добыча Вот железо что позволяет У меня бы вывернуло уже морду всю Чудная жизнь Ну а Мишаня нас сделает Дышакова пьяняка Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Вот так себе По-разному Фаршивенько А не надо чуть-чуть двинуть туда Вот это вот ровно Сейчас вот заехал чуть-чуть криво на прицеп Для того чтобы его не мотало стороны в сторону Не раскачивало Сейчас его выправлю немножечко Туда мне да Вот так Все зашибато Перфекто Ох как нежно Как нежно он заехал Профессионал Профессионал И ровненько так Ай молодец И стропа то у них страховочная Молодцы как сделали Да Давай Поедешь еще? Ну здорово Ну так ребята Еще одна цель Это приучить ваших детей К правильному отдыху Не в гаджетах А на природе На рыбалке На охоте Вот чем отцы дети занимаются Молодцы Дети ездят с удовольствием У нас в команде уже тут Три 12-13 летних дитя У меня есть Гер Герыч Семь лет Я думаю ему тоже команду найдем И будем тоже выезжать Я думаю нам надо будет сделать Как нибудь это Родительский выезд Такой с дитями Чтоб дети нас увозили Да Чтоб дети увозили Палатки ставили Все и движуха И будем грузить их Какая отвратительная рожа Такая отвратительная рожа 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 Папку бери по чайке А то он что-то без тебя Да без тебя Покажем Покажем родство Москвы и Рязани Я не понял Москва в Рязани Или Рязани Под Ордой Рязань-то была Да москву признала Все Юра Давайте ребят Я считаю что Офигенно мы съездили нам С погодой замечательно Просто повезло Ребят видели такую гламурину Вся голубенькая Вы не с Москвой случайно? Сейчас с Москвой С Москвой Ну езжайте с Богом в Москву Пока Костян Здоровья Аккуратно Юра поехал Мишаня вон тоже чуть-чуть кривовато заехал Как и я Сейчас двинет Давай Все отлично Отлично Вот так ребят Миша заезжает на вездеход Молодец просто Ничего не забывает Даже дверь не забывает закрыть Эта рубрика Выходит Подведение итогов Как я уже обещал На ваши вопросы На самые интересные Или показавшиеся нам интересным Или самые популярные Куда больше всех лайков поставлено Мы даем наши ответы Развернуто Вот в таком вот Последней серии Какого-то цикла Да Передач Которая у нас выходит Вот было Болото Аршинский Мох Там С Ердреем мы выезжали Покупать Вездеход Шарп Макс Первая часть И второй части Мы там путешествовали На Аршинском Мху И в третьей части Вот вы посмотрели завершение Мы поехали домой уже И мы сейчас собрали Самые интересные вопросы Итак Первый вопрос у нас Наверное это все-таки Вопрос будет к Михаилу О как Да Эти же вопросы Смотрите На экране появляются Внизу То есть чтобы вы их могли видеть Там узнали Кто написал Я не буду Читать имена Именно кто пишет Потому что они бывают Иностранными буквами Раз А во-вторых Труднопроизносимые И можно Как-то не так произнести Дабы вас не обидеть Короче вот Написано все На экране Читайте Вопрос Кто же такой Мишанин Каким образом он относится К Герасиму И когда Герасим Отдаст ему паспорт Так Давайте по порядку Кто такой Мишанин Мишанин это Соответственно Илья Михаил Юрьевич Вот Как он относится к Герасиму К Герасиму Относится Ну положительно Хорошо Отношусь к Герасиму Вот Ну а паспорт Паспорт Ребята у меня на руках У нас это Общее дело Которое мы двигаем Герасим Васильевич Сядет у нас на себя Громадную Лямку Организационных вопросов Финансы все на нем висят Договариваются везде Это мозг нашей организации А я Я занимаюсь Техническим обслуживанием Я руки Я руки И технический ум Всего этого хозяйства Хотя почему технически Васильевич тоже очень технически Громотный человек Мы Все решения Ну обсуждаем Вместе У меня просто руки Не из того места Консенсусы В результате Какого-то консенсуса Рождаются Новые Доработки Вездехода Думать мы можем Отделать Не очень У нас симбиоз такой Так Ну что ж Давайте дальше Переходим к следующему вопросу Кому интересно Где Мишкин прешь Ставим лайк Миша Где твой прешь Ребят Ну В связи с тем Что Проект Кит наборов Был завершен На заводе Нами было принято решение О продаже Вездехода Скажу вам честно Это было очень Одно из самых Тяжелых решений Которые По крайней мере Ну мне дались Тяжело Машина была собрана Любя Для себя На долгое время Вот Но исходя из Стратегических наших Далеких планов Мы Его продали Все очень просто Ребят Нам за прешь Надо было рассчитаться С заводом И В силу того Что Денег свободных Не было Мы его просто Продали Что-то на этом Заработали И вернули деньги На завод Нам же Никто не делает Подарков Мы за все Рассчитываемся Расплачиваемся Ну а прешь Попал в хорошие руки Да Кстати Хозяевам прешь Привет Большой Привет Вот пишут еще Обзор на фонарик Обязательно сделайте Светит реально круто Ребят Это фонарь Наверное речь идет О лазерном фонаре Ну вот Мы не будем сейчас Как-то его там Нахваливать Мало еще Сами пользовались Кстати он где-то У нас здесь лежит Фонарь действительно Яркий Ну вот Собственно Посмотрите Как у вас там Мне кажется Зайцы Матрица не выгорела У камеры Затемилась Мне свет на фонаре На подсветке даже видно Ну вот Ребят Ну вот такой вот фонарь Особим В30 Можете Посмотреть его Характеристики Прочие Очень маленький Очень компактный Светит практически Вот на 2 километра Скоро сделаем еще Обзор по нему Я не понимаю просто Как сделать так Чтобы посветить Чтобы за 2 километра Было обидно Надо хорошую камеру С хорошей Светочувствительностью И С хорошим зумом Как-нибудь мы вам Это покажем Гера привет А почему в последнее время Мишаня не отвечает В комментах на вопросы Раньше отвечал Итак Мишаня твой выход Господа У меня очень мало времени У нас огромный объем Работы с вездеходом И я Просто не успеваю На все это Я прихожу домой Ем Сплю Прихожу сюда И снова занимаюсь Машиной У меня просто нет Времени на это На самом деле И сейчас Я говорю Мишань Давай тормозни Все свои работы Мы быстренько запишем Вот это вот Подведение итогов И сейчас Нам было комфортно Нам было комфортно Ближайшие Большие экспедиции Они у нас Они у нас будут Так что Пишите Вот Пишите Мишане Вопросы Именно Может быть В итогах Мы заметим Эти вопросы И в итогах На них Ответим Как-то Гера Сентиментально Мы охотиться Все меньше И меньше Тянет Ну вот Допустим Охота на копыта Меня уже И кушать вкусно А охотиться Жалко Охота по перу Еще у нас будет Несомненно В этом году Мы планируем Съездить на гуся Поэтому Я думаю Охота у нас будет И Что-то мы вам Покажем обязательно В этом году Планируется Много подводной охоты Доброе время суток Хотел бы поинтересоваться Лично так сказать Спросить Какой вездеход По вашему мнению Вы считаете Лучше Шерпа Ведь рынок На самом деле Большой Конкуренция растет Я понимаю Вы тоже хотите Поменять Шерпа На другой вездеход Заранее Спасибо за ответ Ну Сергей Хороший вопрос На самом деле Да Мы активно Ищем вездеход Для того Чтобы заменить И этот И Беляша Со временем Вы знаете Если бы Вот я сейчас Понимал Что больше Ничего не будет Никаких вездеходов Прочее Я бы наверное Пересел на вездеход Север Сделал бы его Под себя Заточил И пересел бы И Мишаню бы Пересадил Взяли бы два вездехода И ездили бы Но Настолько Многообещающим Планируется Планирует быть Вот ближайшие полгода Что Мы ждем Мы ездим по стране Мы смотрим вездеходы И мы ждем новых моделей Это и АГ-20 Еще многие модели Вездеходов Производители которых Пока еще не заявляют о себе Но мы уже об этом знаем Так что Не торопитесь Выбирайте вместе с нами Смотрите Если у вас есть деньги На вездеход То Вездеход всегда Успеете купить Вот Вадим спрашивает Меня сильно интересует Спутниковый интернет В Карелии В деталях Что, где, почем И как Ну ребят Спутниковый интернет Вот буквально Одну поездку Вошел в нашу жизнь И уже Я бы сказал Что он стал для нас Незаменим Потому как Наличие связи Там Дешевой связи Недорогой Там, где Ее нет вообще никакой Это здорово Ну вот Мы используем Для своих вылазок Систему СНАРК СНАРК-100 Это Система мобильного Спутникового интернета И пользуемся И пользуемся услугами Интернет провайдера Спутникового Старблейзер В принципе Нас все устраивает Но я бы сказал так Система СНАРК Она достаточно Недешевая Она удобная Мобильная Быстро раскладывается Собирается Ставится Все прекрасно Но она не дешевая Единственный Ее наверное Минус Поэтому В принципе Можно купить Обычную Стандартную тарелку Да Вот эти вот Которые за 30-40 тысяч Там продаются Да И смастерить Из нее Вот Там главное Сделать систему Наведения Прецизионного Достаточно четко Чтобы было Наводилось Ребята Вот сейчас Новосибирске Насмотревшись В наших видео Виктор Попробовал Сделал себе Виктор Привет тебе Большой И в принципе У них удачно Это все работает Я думаю Они еще поделятся С нами Информацией Для вас же Как сделать Более дешевую версию Этого Этой связи Ну Я скажу Так Что Более дешевой Спутниковой Связи Не бывает И интернет И голосовой Так Андрей Спрашивает Герасим Подскажите Наткнулся на рекламу Шипованных Колес для Шерпа Подскажите Что вы по ним Думаете Есть ли в них Какой-то смысл Ну Андрей Смотрите Когда мы ездили На Байкал У нас есть видео Поездки нашей На Байкал Там Одна из машин Была зашипована И Разницы Большую Мы не увидели Так вот Чтобы она Прям Вау Мы не выходим А она выходит Такого не было И По моему мнению Здесь На этих колесах Шипованных Да От Шерпа Они установлены Неправильно Они Должны стоять Немножечко По-другому Для того Чтобы Помогать Выходить На лед Или на какие-то Другие Скользкие Препятствия Вот Как Пока мы Рассказывать Не будем Я думаю Что В будущем Появится Хорошая Шина Для Зимы Именно Для Бортоповоротов И вот На ней Уже Будет Применена Эта Технология Установки Правильной Установки Шипов Да Миша Совершенно Верно Сделаем И покажем Герасим Васильевич Без обид Но вы За время Существования Канала Обещали Сделать Столько Обзорчиков Что Ютуба Не хватит И про Горелку И про Разъемы И про Навигацию И про Сделайте Хотя бы Что-нибудь Совершенно Верно Когда Меня Спрашивают О какой-то Там Ну вот Бытовухе Вот Допустим А Вот Этой Системе Наши Слежения Прочих 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 Вещах Ребят Я понимаю Что надо Сделать Обзор Но Не хватает Физически Ни рук Ни времени И потом Ребят Мы же не делаем Обзоры Не потому Что нам Жалко А Любую Вещь Которую Мы берем Которую Мы пользуемся Мы сначала Ее пользуемся Ее берем Пользуемся И если она Нам нравится Если она Нас устраивает Только после Этого Мы делаем На нее Обзор А не так Что мы купили Два дня Классная штука Берите Тоже Нет Такого Нет У нас Все Что мы Делаем Обзор Или рекомендуем Мы Сначала Пробуем На себе Многие Вещи Которые Мы рекомендуем Есть В разделе Партнеры Ссылки На снаряжение И прочее Электрику Снаряжение Подводную Охоту Есть у нас На сайте Ссылочка Ссылочка Есть В описании Ссылочка Есть В информации О канале И вот Сейчас Перед вами Тоже Выскочила Плашка Где Написан Наш Сайт Gerasim M.V.ru Борис Спрашивает Герасим Что у вас За смарт Часы На руке Такие Интересные Гармин Или Сунта Ребята Это У меня Часы Для Дайвинга Гармин Десцент МК1 Хорошие Часы Мне нравятся Я их Ношу Причем На постоянку У меня Есть Разные Часы Дорогие В том числе Но Вот эти Я ношу На постоянку Это первые Часы Которые Мне захотелось Носить Вообще Я не люблю Часы Не особо Их Ношу Даже Смарт Часы Разные Покупал Ничего Не заходит Но это Смарт Часы Тоже Но Именно Для Подводной Охоты Как-то Они Мне Зашли Приятно Глазу И Удобно Носить Удобно Еще Тем Что Я их Ношу 10 дней Без Подзарядки Не работают То есть Если Смотрю Там Процентов 5 осталось Ага Значит Десятые Сутки Пошли Все Четко Спрашивают Вот Анатолий Герасим Васильевич А вы АГ-20 Приобретете Вы Знаете Для Того Чтобы Принять Решение Купим Мы Вездеход АГ-20 Или Не Купим Надо Его Сначала Посмотреть После Того Как Мы Посмотрим А это Будет Уже В Ближайшее Время Начнутся Ресурсные И Мы Съездим Сделаем Обзор В Статике И Потом Я думаю На Несколько Дней Поедем С Алексеем Маратовичем Отснимем Его В бою В Динамики Уже Сами Поездим По Штурвал Там же Штурвал Не Рычаги Попробуем Как Это Насколько Это Удобно Насколько Удобен Вообще Там В Ночевках Во Всех Вещах То есть Хочется Понять Посмотреть Если Придется По Душе И После Ресурсных Испытаний Все Покажет На То Что Машина Готова Для Серии То Я Думаю Да Мы Приобретем Такую Машину Но Это Не Единственный Вездеход Который В том Числе Выйдет От Алексея Маратовича Я Пока Не Могу Разглашать Ничего Но Нас Ждет Много Разных Вездеходов Интересных От Разных Производителей Поэтому Мы Смотрим Выбираем И Никуда Не Торопимся Вот Сергей Спрашивает Будет Ли Модель Шерпа Для Обычных Смертных Бюджетный Вариант Скажем Так Можно Без Отделки На Китайских Фарах Так Бый Рванул В Тундру Глядя На Вас Ну Собственно У Шерпа Уже Есть Такой Вариант На Китайских Фарах И На Дешманских Комплектухе Мы В нем Сейчас Сидим Но Он Не Бюджетный Ребят Я Не Думаю Что У Шерпа По 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 Явится Такой Вездеход Но Такой Вездеход Появится От Другого Я Бо Сказал Понимающего Вездеходов Человека И Он Над Этим Работает Над Разработкой Недорогого Именно Вездехода Качественно Недорогого Вездехода Интересного Надежного В то же Время Потому Что Недорого И Надежно Это Все Не Должно Далеко Разбегаться И Я Думаю Он Появится Следите За Каналом Следите Следите За Информацией В том числе В инстаграме В инстаграме Бывает Частая Информация Та Которую Нет Ни в Ютубе Ни Где-то Еще О Нашем Инстаграме Сейчас Внизу Экранов Плашечка Вышла Вон Смотрите Гера Вот Спрашивает Михаил Гера Не могу Точно Сказать В чем Проблема Но У меня Ваши Видео 4к Идут Рывками Причем Только Ваш Канал Не было Других Таких Жалоб Ребят От Других Таких Жалоб Не было Я Подозреваю Что Может Быть Трафик В интернете У вас Позволяет Смотреть 4к Если Вы Смотрите С Телефона Или С Планшета То Ютуб Переключается В 4к Но Ваш Планшет Просто Воспроизводить Это Не Может И Поэтому Идут Плаги Такие Рвется Попробуйте Принудительно Ему Снизить Качество И Все Должно Восстановиться А вот Этот Шерк На котором Михаил Ездит Это Не тот Ваш Старый На котором Раньше Везде Путешествовали Вдвоем Это Тот Наш Старый Добрый Сначала Бывший Зеленый Теперь Беляш Да Мы его Так Называем Мы его Забрали Обратно Это Наш Старичок Который С нами Прошел Крым И Рым В общем То Очень Хорошая Надежная Железка Ну как Надежная У нее Тоже Были Проблемы Она Тоже Ломалась Но Проблемы Эти Были Предсказуемые Он По крайней Мере У нас Не трещал По швам У Шерпа Вообще Все Проблемы От Перегруза Ребят Вот Это Весит Тонну 900 Максимально Разрешенная Масса 2,5 Вот Смотрите Осталось У вас 600 Килограмм 400 Килограмм Производитель Уже Украл Савраф В Массе Весе Вездехода Он Его Уменьшает Всегда И Получается Что вы Думая Вам же Производитель Говорит Что вы Можете Грузить Тонну Вы Грузите В него Тонну А у него Отрывает Ступичные Рвутся Цепи Ломает Валы И Прочее 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 Все Это От Перегрузов Происходит Поэтому Купили Шерпа Взяли Себя Собачку Топливо Заправили Полностью Чтобы Далеко Ехать И Ружьишка Потому Что Жрачки Уже Не Хватит Надо Будет Что-то Стрелять По Дороге Пока Солярка Уменьшается Можно Мясо Прибавлять Или Рыбу Либо Леофильная Сублимация Которая мы вам расскажем позже Это кстати Вот такая интересная тема Скоро Мы вам покажем Что это за питание Что это за еда Космическая Давайте дальше Смотрим Какие у нас Вопросы Идут Гера А промокод На вездеход Север Можно сделать Или на лесник Вологодский Ребят Мы не занимаемся Продажей Вездеходов Северов Или Вологодских Или еще Каких-то Я думаю Что Если вы скажете Производителю Что вы смотрите Канал Герасим Мир Вездеходов И вот Именно на нем Увидели Этот вездеход И приняли решение Купить его Там И ТРМ Я думаю Любой производитель Вам даст Не скидочку Если то Какой-то бонус Добавит Еще что-то Это нормально Так что Никто не запрещает Вам это говорить Да Но Увы У нас Нету Каких-то Коммерческих Отношений С производителями И у нас Нету Каких-то Промокодов Ну что ж На этом Все Интересные Вопросы Закончились Я надеюсь Вы теперь Поняли Как это Работает И будете Более активно Задавать Ваши вопросы Более Развернутые Вопросы Более Интересные Попадут К нам В раздел Итоги Подведение Итогов Ну А сейчас Мы с вами Будем прощаться Мишане Надо дальше Работать Мне тоже Надо дальше Работать И идти монтировать Эту серию В которой Вы все Это умеете Всего хорошего Ребята До новых встреч Пока Всем пока Большое спасибо За просмотр И особенная Благодарность За то Что вы Задали Эти самые Интересные Вопросы Я надеюсь Что вы И дальше Будете Активно Спрашивать И получать Ответы Также Ставьте Лайки Не забывайте Пишите Комментарии Ну и Кто не подписан Подписывайтесь До новых встреч До новых встреч